день добрый друзья я снова приветствую вас мы продолжаем на том же на чем остановились компания starcraft со второго вот мы только-только прошли первую миссию и в общем-то двигаемся дальше а да и кстати для тех кто не знаком с первой частью напоминаю вот эта вот девушка это возлюбленная нашего главного героя которая ценой своей жизни там очень важную миссию выполнила то есть она помогла уничтожить зергов но пропала без вести с тех пор наш рейнер грустит пьет ночью вы сами видите тоскует по любимой знаешь для главного преступника в секторе тебя не так уж и сложно найти решил навестить тебя малыш джимми рейнер народный герой тайкус фенбле при костюмчике спасает от сюрпризов я слышал тебя заморозили пожизненно что дали отпуск за хорошее поведение да дружище теперь я образцовый гражданин так чем я обязан честь хочу предложить тебе кое-что по дружбе знаешь зачем доминионцы сюда прилетели нет но ты же мне расскажешь они выкапывают артефакты пришельцев приятель твой друг менгск на этом помешался но у меня есть кое-кто готовый выложить круглую сумму за каждый артефакт что мы позаимствуем у доминиона от таких предложений не отказываются да тайкус тогда по рукам 60 к 40 70 к 30 в мою пользу прямо как в старые добрые времена именно а пациент это так и не порешали да 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 вот такой интерактивчик я помню очень классно слушайте то есть смотрите я могу и новости посмотреть и поговорить и пообщаться и музыку сменить и вообще много чего сделать очень классно блин ребята я не знаю как вам мне игра очень доставляет вот это вот все все что я здесь наблюдая вы сами видели и постановка как он тянулся к револьверу да и потом вот на каком-то моменте нам показали что опа он узнал его все нормально это свой человек за стаканчик весь этот диалог и вы посмотрите на персонажей блин это мужик прям и вот это прям мужик это не какие-то вам толерантные там я не знаю что там чем нам сейчас запад занимается это прям реально мужики вот прям хочется вот ассоциировать себя с такими персонажами блин очень классно и как я говорил мы конечно на задание тыкнем в последнюю очередь мы все что только можно будем протыкивать на все смотреть весь контент в петербурге раньше не видел твоя работа джимми местные готовы поднять восстание против менска их просто нужно немного раскачать ты слишком серьезно относишься к своей революции у всех свои увлечения тайкус ну прикольный арт то есть даже картинки можно посмотреть а музыку мы же сменили а это что у нас подсказки на так ну понятно кэрриган смотрите сара иногда мне кажется что лучше бы тебя тогда убили красивая чё рыженькая зеленоглазая еще и умная она же у нас гост псих как все агент в экскурные новости в эфире прямая трансляции студии первый канал и кархали и с вами я донни вермиллион наш корреспондент на марсаре кейт локвелл готова сообщить нам шокирующие новости кейт спасибо донни известный бунтовщик джим рейнер возобновил подрывную деятельность против доминиона и надо сказать что возвращение получилось эффектным рейнер и его рейдеры напали на склад доминиона возле станции дальние захватили деньги и оружие и раздали их местному населению ведь я уверен что местные жители не приветствуют появление в своих краях столь отчаянного и кровожадного преступника спасибо это только начало да это классно тонко-тонко так очень классно у них ситуация даже лучше чем у нас у них вообще хотя бы в новостях даже об этом говорят у нас в принципе даже не говорят как будто ничего не происходит может это не мое дело но как ты оказался на свободе ну я выломал дверь холодильника когда меня этапировали в новый фолсон черт да я удавил не меньше дюжины охранников голыми руками да да где то я это уже слышал расскажи еще как ходил по воде и совратил дочку начальника тюрьмы не хами сынок слышал я как ты выбился в записные освободители пока я отдыхал за стенках что такое джими война за правду и справедливость оказалось не по зубам рано меня списывать со счетов тайкус обещаю так или иначе власти менгска придет конец так и все да помогли больше некуда потыкать нам ну что ж все мы посмотрели давайте посмотрим и на задание вашей операции на марсаре поднялась волна витяжей против режима арктура мянска тем временем бывший заключенный тайкус фингли выяснил что на марсаре найден инопланетный артефакт и доминион ведет работы по его извлечению из-под земли захват артефакта нанесет доминиону очередной удар а его продажа таинственным знакомым фингли может принести значительный доход денежки это хорошо я вот кстати не помню вот эту механику смотрите здесь написано какое-то вознаграждение тут по ходу еще где-то как бы вне компании у нас есть какие-то ресурсы что ли глобальные да вот это вот я не помню блин как в новый раз играю очень очень классно и у нас наконец появился медик наконец-то мы можем лечиться можно начать контролить будет давать с виду обычный старый аванпост что в нем особенного не торопись с выводами доминионцы уже несколько месяцев ведут тут раскопки видишь кран они раскопали инопланетные артефакты готовятся поднять его чтоб не провалиться то тоже стоит иногда доверять людям джимми ну ладно пора задать жару доминиону разнесем их базу и вытащим эту крошку оттуда ну что же давайте вытащим как интересно два главных героев об агрессора у по у нас базам так контроль погнала тут надо будет уже уже прям играть так бинды надо вспомнить как это все работает и у нас наверное очень мало что открыто таки ванпоста нам потребуется гораздо больше морпехов чем у нас есть сейчас нужно обучить новых бойцов казармах и еще нужно обучить побольше ксм в командном центре и отправить их добывать минералы ресурсы нам пригодятся нам типа обучение тупичок можно убить смотрите кто это за животных какой-то так я была бы поставил кайсенки кайсенки надо не забывать у нас лимит подходит да я наверное ребята больше часа не буду молчать если ничего такого происходить не будет чтобы вы клики не слышали я знаю что это раздражает вот говорить будем только если будет что-то интересное нужно как-то тогда пристройка завершена вот и медики у нас и медики появились требуют недостаточно виспена и спины и вот так может делать да по моему до точки сбора на солдат очень-очень удобно разберемся с тремя то сегодня контролер видели вот и доктор 1 недостаточная виспена нифига 50 виспена стоит нехило блин так она лечит сама по себе да лечит пассивника лечит атаковать вообще умеет кстати не она не умеет атаковать смотрите это чисто чисто со счетом персонаж ну ладно надеюсь она идет через атаку бежать на врага хотя подождите может быть это даже выгодно да это выгодно у нее 60 хп даже выгодно чтобы они танковали значит к нам они пока не сунутся дайку с этим людям нужна наша помощь нельзя их бросать выклажь так еще бы наверно бараку поставить тут у вас пока ничего не хочу нас вообще еще есть у нас ничего нет у нас только барак и принципе все да да ладно так два барака может быть три барака сделаем вот так наверно . тут же много народу довольно много хотя это люди а это машина это нашим вот это его вовремя вы появились мы в долгу не останемся если понадобится помощь только скажите добро пожаловать в команду парни сколько я еще много могу народу сделать внимание приближаются вражеские и он вы опасны к судьбе оставим а петель он сушься нормально танкует быстро ты вскрыл этот банкер джимми с твоими бойцами и моей деловой хваткой мы многого добьемся это так но мы идут как истинный starcrafter причем сна там нормально все без нас половину я помню надо братьев компаниях убивать быстрее этого не исполняться как не знаю кто я уже зажгался выполняю это а так точно так с дороги я бы Вход в систему управления краном. Расшифровка кодов защиты. Управление краном получено. Чудно. Осталось поднять эту крошку и можно убираться отсюда. Неплохо. Ну вот, видите, уже пошло подольше немножко, 7 минут, я думаю. В конечном итоге кампании миссии вообще будут там по 20-30 минут. Но мы традицию не меняем. Одна серия, одна миссия. Всем спасибо за просмотр. Жду вас в следующей части. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова